Привет! С вами Алена Ковальчук и очередной выпуск видеоблога, в котором я хочу продолжить отвечать на вопросы про женственность, которые возникли в ходе нашего квеста, посвященному женственности. И вопрос такой. Все про женственность связано с детьми, а если их не может быть, и мужчины тоже, зачем рождаться женщиной и всю жизнь мучиться? Хороший вопрос. Сразу хочу сказать, что женственность это не материнство, женственность это не отношения. Женственность это совершенно отдельная вещь, связанная только с тем, что мы пришли в этот мир в женском теле. Если мы пришли в женском теле, значит у нас есть женственность, и значит мы можем использовать или не использовать потенциал этой женственности. Женственность это в том числе особенный подход к миру, и особенный взгляд на мир, и особенный способ двигаться по жизни, особенный способ жить. И это никак не связано с тем, могу ли я иметь детей, есть ли у меня отношения. И материнство, и отношения — это совершенно отдельные темы. И да, в нашем обществе есть очень много давления, что если я женщина, то у меня должны быть дети, то я обязательно должна быть в отношениях, а если у меня нет детей или у меня нет отношений, то я не полноценная женщина. Это правда, такое давление есть. И здесь наша задача — снять с себя это давление. То есть только я выбираю, как мне жить свою жизнь. И если у меня нет отношений сейчас, или я не хочу их в принципе, такой у меня выбор, я имею право на этот выбор. Женщина может быть счастлива и без отношений. Более того, я всё время повторяю, что в отношениях женщина будет счастлива, только если она умеет быть счастливой сама по себе. То есть если она ждёт отношений для того, чтобы стать полностью счастлива, то скорее всего она столкнётся с большим разочарованием через некоторое время. То же самое связано с материнством. То есть быть счастливой в материнстве можно только если ты в принципе научилась быть счастливой. Поэтому женщина может быть счастлива совершенно точно, без детей и без отношений. И вот это давление общества просто нужно с себя снять, иметь смелость, жить свою жизнь так, как я хочу. И если у нас тут есть какие-то мучения, связанные с этим давлением общества, то они связаны не с женственностью, они связаны со страхом. Точно такое же давление общество оказывает на мужчин, точно такое же давление оно оказывает на детей. Ну то есть все сталкиваются с тем или иным давлением, и наше страдание, оно проистекает из страха пойти против общественного мнения, иметь какое-то своё мнение на свою жизнь. Но это нам нужно преодолеть, независимо от того, в женском теле мы пришли, в мужском, в любом случае. А женственность – это вообще отдельная история. То есть женственность – это некий потенциал. Может быть, душа хотела исследовать этот потенциал. Может быть, душа уже исследовала потенциал мужской, и мужской способ жить, и смотреть на мир, и достигать цели. И теперь ей интересно исследовать женский. И на самом деле женственность стоит в себе огромное богатство. То есть страдания, они опять же связаны с некоторыми травмами, которые могли быть получены в этой жизни или в прошлых, верите вы, не верите вы в эти прошлые жизни. Может быть, это опыт какой-то, опять же, наших предков. Но да, действительно могут быть какие-то страдания, проистекающие из женственности. Точно так же, как могут быть страдания, проистекающие из того, что я пришёл в этот мир мужчиной. И наша задача – исцелять это, исцелять эти травмы, и в том числе травмы, связанные с женственностью. И по мере их исцеления наша природа, мужская или женская, она будет становиться источником огромного счастья, вдохновения, радости, будут открываться новые возможности. Потому что у женщины есть удивительные способности, удивительные возможности, которых нет у мужчин. У мужчин есть свои. Но каждая природа обладает какой-то своей уникальностью. И моя женская природа, она тоже в чём-то особенная. И она отличается от природы всех остальных женщин. То есть мало того, что женская природа обладает какими-то возможностями уникальными, ещё и моя индивидуальная женственность тоже является уникальной, тоже имеет какие-то свои уникальные возможности. Мне кажется, что вопрос, зачем я сделала такой выбор, чтобы потом мучиться, я сделала этот выбор, чтобы перестать мучиться. Моя душа сделала этот выбор для того, чтобы исцелить травмы, связанные, возможно, с женственностью или с уязвимостью, выйти на новое понимание. И я искренне вас, опять же, приглашаю в курсы «Любовь к себе и управление состояниями», потому что там я щедро делюсь и этим новым другим пониманием уязвимости и женственности во многом, и какими-то инструментами, которые помогают исцелять, помогают двигаться сквозь вот эти все трудности. То есть страдания, боль в жизни неизбежна, страдания – выбор каждого. Страдания мы уже создаем сами. То есть с болью мы сталкиваемся просто потому, что боль неизбежна в жизни. Мы где-то, ах, наступили нам на ногу, нам больно. Но если у нас есть какая-то травма, то мы из этой боли временной можем сделать очень много страдания. Если у нас травмы нет, у нас эта боль будет приходящая. То есть прошли и забыли. Да, некоторые травмы могут быть очень глубокими и требуют большого и длительного времени на то, чтобы исцелить их, но это все равно возможно. Это все равно возможно. И мне очень нравятся слова, я их где-то услышала, они мне очень понравились, и я всегда их повторяю часто, что если мы выбрали прийти в женском теле, то наша главная задача – научиться любить. То есть раскрыть свою способность любить. Наша способность любить, она в том числе завязана на то, насколько мы сможем исцелить и открыть свое сердце. Потому что если у нас там очень много шрамов, то это будет очень трудно, это будет все время большим страданием. Но если мы это исцеляем, у нас высвобождается очень много любви, очень много энергии, очень много радости. То есть каждая исцеленная травма несет в себе очень большой заряд, очень большой потенциал. Поэтому и женственность особенно. Исцеленная женственность – это бесконечно красиво, сильно и дарит очень много счастья и самой женщине, и людям вокруг нее. То есть ее сердце становится живым, ее сердце становится богатым. И это счастье. Просто счастье – жить с таким сердцем и для самой женщины, и для людей вокруг нее. Мне кажется, что то, что мы пришли в женском теле, это очень большой подарок от Вселенной, это очень большой дар. С другой стороны, я знаю, что есть очень много боли и очень много страданий. Я прямо это очень хорошо чувствую. И у меня есть огромное сострадание к женщинам именно. Я работаю только с женщинами, потому что я очень чувствую, как много страдания накоплено в женских сердцах, в женских телах. И я искренне хочу как-то способствовать тому, чтобы это страдание превращалось в любовь в конечном счете, чтобы мы исцелялись и чтобы приходили к этому ощущению богатого сердца, которое меняет восприятие мира и вообще все остальное вокруг нас. Такой вот мой ответ на этот вопрос. Я искренне надеюсь, что он был полезен для вас. И если это так, то, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пожалуйста, нам это очень поможет. Подписывайтесь на мою рассылку. Я там всегда чем-то делюсь особенным интересным. Приходите в мои курсы. Вот сейчас скоро стартует очень глубокий и важный курс управления состояниями. Это происходит всего два раза в год, поэтому не упустите эту возможность. И создавайте жизнь, в которой вы будете счастливы быть женщиной или мужчиной, и которая будет приносить радость вам и людям вокруг вас, потому что вы этого по-настоящему достойны. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова